Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас история из занимательной астрологии. И тему, которую я сейчас вам предлагаю, это изучить, пожалуйста, свои любимые украшения, которые вы носите. Чаще всего, конечно, украшаются женщины, это безусловно, и в основном информация будет касаться именно их. Чего только женщины не носят в виде украшений, булавки, заколки и так далее, серьги, колье, кулоны, цепочки, браслеты и так далее. По всем этим историям можно пройтись и коротко, буквально в нескольких словах определить характер женщины, которая выбирает то или иное украшение. Некоторые категорически не могут носить браслеты, кто-то не носит колье, особенно такие громоздкие, собственно говоря, сделанные, допустим, ювелирами по заказу, но и с очень крупных деталей и прочее, прочее, прочее. Поэтому попробуем разобраться. Начнем с тех украшений, которые не все носят, собственно говоря. Речь идет о заколках, причем из дорогих металлов. Это может быть золото, это может быть серебро, это может быть ювелирное украшение, черепаховый грибень. Конечно, мы сейчас говорим об украшениях для волос. Это не крабик из пластмассы, собственно говоря, которым вы подхватываете хвост, не об этом речь идет. Это должно быть именно украшение, которое сознательно выбирает женщина и украшает свои волосы не для того, чтобы подхватить лишнюю прядь, а для того, чтобы, собственно говоря, чуть ли не водрузить на себя корону. Иными словами, выбор подобных украшений и частое их использование указывает на то, что перед нами властная женщина, которая либо стремится к власти, либо уже обладает подобной властью. Это руководители, лидеры, это, собственно говоря, люди, которые зациклены на карьере, которые недовольствуются какими-то низовыми ролями в своей жизни и так далее. Поэтому, как говорится, полюбить так королеву и те, кто любит, собственно говоря, вот такие вот украшения для волос, напоминаю, из дорогих металлов, или, например, черепаховый гребень денег тоже стоит немеряных и прочее, или что-то из слоновой кости такое экзотическое и прочее. Это женщины, которые очень властны по натуре. Дальше по символике украшений у нас идут броши. Броши носят тоже далеко не все женщины. И если вы внимательно присмотритесь тем, кто предпочитает броши, вы поймёте, что эти женщины отличаются от всех других. В них есть какая-то изюминка, какой-то свой индивидуальный стиль, подход ко многим вопросам и так далее. Это те, кто выделяется из общей толпы и имеет ярко выраженную индивидуальность. Многим эти женщины кажутся настолько загадочными, какими-то неземными. И, собственно говоря, если уж вернуться к брошам, броши не все умеют носить. Не всем эти броши идут, собственно говоря. А если брошь очень гармонично смотрится на женщине, это указывает на то, что она яркая индивидуальность, человек с собственным мнением, со своими взглядами на вещи. Она не боится носить это украшение. Многие броши стесняются, считают их сильно консервативными или слишком обязывающими к чему-то и так далее. Она же с ней сживается легко. И это указывает на то, что эта женщина с глубоким смыслом, требующая такого же соответствующего мужчину, со соответствующей начинкой. Во всяком случае, изюминка, вот та, которая ее отличает от всех остальных, в ней присутствует однозначно. Это я считаю замечательно. Что касается меня, я с брошками не дружу. И сколько я их не лепила, мне с ними некомфортно. Ну что ж, если мне здесь не повезло, а кто-то их носит с удовольствием, я думаю, что вы с собой довольны. У вас есть то, чего нет у других. Символика Серег указывает на принадлежность к определенному социальному кругу. И здесь это легко совершенно понять. Некоторые носят очень дорогие, эксклюзивные украшения с драгоценными камнями, что указывает на их определенный статус. Кто-то носит пластмассовую бижутерию, что тоже, собственно говоря, определяет либо их статус, либо, в общем-то, указывает на возраст. Потому что много пластмассовой или какой-то такой, в общем-то, они недорогой бижутерии, носят молодежь и так далее по разным обстоятельствам. И чем старше становится особо, тем больше она тяготеет к серьгам уже, в общем-то, не пластмассовым. Это однозначно и бесповоротно. Поэтому через серьги женщины часто определяют свой статус, указывает на то, что они, например, достаточно финансово обеспечены или носят скромненькие там сережки и так далее, что указывает на то, что они среднего достатка и так далее. Во всяком случае, именно так считывается символика серег. Вот. Так что, если для вас это открытие, и вы хотите подчеркнуть его статус, вспомните, всё идёт через серёжки. Вот как определяется, собственно говоря, статусность, о которой мы говорили через серьги. Я вам кое-что зачитаю, чтобы вам было интереснее. Маленькие, но очень дорогие серьги обозначают консерватизм. Крупные, с большим количеством камней, такие прямо бросающиеся в глаза, выдают некоторое высокомерие. Длинные, крупные серьги до плечей, в которых предпочтение отдаётся ювелирной работе, а не известности бренда, расскажут об индивидуализме и замкнутости. Ну вот, такая маленькая информация, что касается серёг. Это вам для общего развития. А я перехожу далее. У нас на поиске дня кулоны и ожерелья. Здесь очень интересная информация, поэтому я её лучше вам зачитаю, чем буду пересказывать. Итак, ожерелье, колье, цепочка с кулоном. Это символы высокого поста и ответственности, связанного с ним. Самостоятельные дамы предпочитают цепи с кулонами. Матери, семейство и дамы, находящиеся под опекой мужчины, часто носят колье. Женщины, самостоятельные, но готовые создать семью и подчиниться авторитету мужа, выбирают ожерелье или бусы. Вот вам, пожалуйста, как интересно символика украшений, а также то, что именно мы выбираем. Ведь мы приходим в магазин и выбираем, кто колье, кто цепочку, кто кулон, кто и так далее. Кто бусики, да? И поэтому можно даже определить вашу начинку или те мысли, которые вы имеете в виду. Так что вот интересная информация достаточно мне попалась на глаза, и я решила с вами поделиться. Теперь о браслетах. Ну вот, например, у меня три браслета на двух руках. Это говорит о том, что про это можно сказать, что это много браслетов. Но я ношу браслеты с точки зрения, как оберег, по большому счету, и на меня можете не равняться. Но тем не менее, есть такие браслеты, которые тоненькие, например, как недельки, да, семь штук или даже больше. Их традиционно носят, например, в Индии. Но и с удовольствием носят и наши женщины. Так что можно сказать о даме, на которой, нашей славянской даме, которая носит сразу много браслетов. Много кругов общения у нее. Тонкие браслеты указывают выбор именно тоненьких браслетов на меньшее обязательство по отношению к своему кругу. Широкие браслеты – символ властности. Есть ли они еще и массивные браслеты? Это серьезное отношение к своему окружению. Вот вам и, пожалуйста, дорогие мои друзья. Чем статуснее круг, в котором вы находитесь, тем шире и массивнее становятся браслеты, которые одевают дамы. Чем проще окружение, тем тоньше браслетик. Во всяком случае, так считают психологи. Мы с ними согласимся или нет? Тут, конечно, в тему ваши комментарии. Все дамы носят хотя бы одно единственное колечко, например. Поэтому в данном случае было бы интересно, по какому признаку, по какому принципу вы выбирали. Если это был подарок, то это и взятки гладкие. А если вы сами для себя выбирали украшение или о чем-то мечтаете, это, допустим, о чем-то может рассказать о вас. Если соответствует, напишите. Не соответствует, тоже пишите. Любая информация очень и очень полезна. Что касается колец. Кольца, с одной стороны, чаще всего становятся для человека берегом или талисманом. Он иногда даже не задумывается об этом, но точно так же, как обручальное кольцо. Кстати, вот спрашивали меня, как может выглядеть обручальное кольцо. Если вы хотите, чтобы, собственно говоря, ваша жизнь была без сучка, без задоринки, а у меня готовится несколько выпусков по свадебным приметам, то кольцо должно быть абсолютно гладкое, без камней, без насечек, без дополнительных каких-то ободков и прочее. Потому что любые украшательства на обручальном кольце символизируют трудности и препятствия, с которыми вы столкнетесь, собственно говоря, в будущей совместной жизни. Надеюсь, вам это не нужно. Поэтому говорю так, как водится. И еще. Многие спрашивают, можно ли я передать свое кольцо обручальное молодожен. Не советую этого делать. Даже у самых счастливых семей есть несчастливые ситуации. Поэтому в данном случае какой-то образ или подобие вы с этими кольцами передадите. Лучше, чтобы каждая пара имела собственные кольца. Это будет правильно, это будет замечательно. А если вам эти кольца лишние, вы не знаете, что с ними сделать, отдайте их в переплавку, собственно говоря, и сделайте будущему малышу, который появится в семье, например, нательный крестик. Переплавленный металл уже избавлен от дополнительной кармы. Ну а теперь и непосредственно о золоте. Золото в украшениях может быть разное. Оно для нас привычно, то, которое мы называем красное. Я уже вам рассказывала, еще раз повторю. Цвет золота меняется в зависимости от металла, который добавляют к нему для крепости. Само по себе золото достаточно мягкий металл. Вот, и если делать только из чистого золота украшение, оно в носке совершенно недолговечно. Поэтому наше красное золото указывает на то, что в сплав добавляется медь. От этого оно становится красным. Оно может быть розовое, оно может быть желтое. Вот небольшие заметки на этот счет, если вы все-таки пристрастны к золотым украшениям. Итак, вы зашли в магазин, перед вами выбор. Например, лежит кольцо розового золота. И вы его прям страстно желаете. Значит, вы натура достаточно романтичная. Именно романтичные дамы выбирают розовое золото. Желтое золото. Вы смелое и дерзкое. Белое. Предпочитают практичные и современные люди. Зеленое, почти желтое. Авантюристы, но при этом довольно скрытные. Черное золото. Есть и такое. Люди склонны к самолюбованию. Изделия из разных видов золота любят многогранные, противоречивые, но очень творческие и оптимистичные личности. Ну что ж, мы с вами прошлись по украшениям. Легко, так, непринужденно, но со смыслом. А теперь вам останется только проанализировать свои мечты, если вы украшения не имеете или имеющиеся украшения. И подумать над тем, дорогие мои друзья, что они для вас означают и насколько была созвучна информация. Кстати, еще о кольцах. Кольца показывают личную силу, авторитет и часто носятся как талисман. Поэтому, если у вас кольцо массивное и так далее, вы стремитесь завоевать авторитет, продемонстрировать себя как яркую лидерскую личность и так далее и тому подобное. Ну что ж, пишите, пожалуйста, дорогие мои друзья, ваши комментарии очень дорого, особенно в это скорбное время. Я их с удовольствием читаю. Вот. И для меня они очень и очень приятны. С вами была Елена.